В Тверской области продолжается приемная кампания в колледже. Как отмечают эксперты, рабочие профессии становится все популярнее. В этом году в регионе в СУЗах предусмотрено более 6400 бюджетных мест. Это больше, чем в прошлом году. Подать документы можно до 15 августа. У поступающих в колледжи и среднеспециальные учебные заведения есть большой и перспективный выбор. Сейчас популярностью пользуются такие направления, как программирование и информационные системы, туризму, отрасль, гостеприимство, сестринское дело. Среди востребованных техническое обслуживание и ремонт двигателей автомобилей, а также сварщики. К слову, конкурс по последней доходит до 3,4 балла аттестата. На предприятиях наших выпускников ждут. Существует определенный кадровый запрос. Предприятия и организации заранее приезжают в колледжи для того, чтобы посмотреть на выпускников. Участвуют в проведении демонстрационных экзаменов, то есть на том этапе, когда они заранее могут подобрать себе специалиста. Как и во время преддипломной практики. 69% выпускников СУЗа в Тверской области успешно устраиваются на предприятия региона. Кстати, средняя зарплата сварщиков в Тверской области, по данным сервиса по поиску работы, составляет 90 тысяч рублей. А, например, токарь может получать почти 100 тысяч рублей. А если выпускник колледжа решит получить высшее образование, при поступлении в ВУЗ сдавать ЕГЭ не придется. Для студентов именно колледжей предоставлена такая возможность поступления в высшее образовательное учреждение без результатов ЕГЭ, единого государственного экзамена. Такие выпускники, имея диплом о среднем профессиональном образовании, сдают экзамены вступительные по форме ВУЗа. Это достаточно облегчает, я думаю, поступление и получение высшего образования. В соответствии с законодательством они зачисляются все равно на первый курс, но в процессе обучения на этом первом курсе им перезачитают определенные предметы профильные и, соответственно, переводят на курс старший. Сейчас в регионе применяется комплексный подход при подготовке специалистов рабочих профессий, а также среднего звена. Учреждение образования приводит в соответствии со стандартами качества и обучает тем дисциплинам, которые востребованы у работодателей. Одна из ключевых задач — обеспечить выпуск специалистов с высоким уровнем подготовки по специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Выпускники 9-х или 11-х классов для поступления в колледж должны предоставить паспорт в копии и оригинале, аттестат, заявление и портретное фото в нескольких экземплярах. На стадии поступления соискателям придется пройти конкурс, а на некоторые специальности — и дополнительные вступительные испытания. Продолжение следует...